Готовность региона к проведению летней оздоровительной кампании рассмотрели на очередном заседании правительства Тверской области. В этом году в муниципалитетах будут работать загородные оздоровительные учреждения, лагеря с дневным пребыванием, базы труда и отдыха и палаточные лагеря. Более 600 организаций. Подробности у нашего корреспондента. Две недели осталось до начала летних каникул у школьников. И уже сейчас понятно, что в этом году детский отдых с июня по август пройдет почти как и прежде, то есть до пандемии. Но с одним условием. Заполняемость лагерей должна быть не более 75%. Сейчас базу отдыха оформляют все документы, необходимые для работы. В первую очередь нужно санитарно-эпидемиологическое заключение. В целом Тверская область готова, конечно, к летней оздоровительной кампании. Достойно пережила прошлый год. И мы надеемся, что помимо заявляемых, ожидаемых охватов детей, охватов и летним отдыхом, и занятостью Тверская область покажет более высокие результаты. Мы будем, я думаю, что работа в этом направлении ведется. И очень надеемся, что без происшествий пройдет наше лето. На заседание перед региональным министерством образования и здравоохранения поставлена задача обеспечить все детские лагеря средствами индивидуальной защиты. Оборудованием для профилактики распространения коронавируса. Кроме того, должны быть заранее отработаны действия медиков и всего персонала в случае выявления заболеваний. Всего отдохнуть летом в лагерях и укрепить здоровье в санаториях смогут более 52 тысяч детей. А к работе в учреждениях привлекут свыше 4 тысяч педагогов в качестве вожатых. В частности, студентов Тверского государственного университета и педагогических колледжей. Организуем школу вожатых, которая позволит нам подготовить специалистов, которые будут работать в лагерях. Она уже пройдет у нас в конце мая и мы будем обучать при привлечении федеральных спикеров наших организаторов на сменах, наших вожатых, как работать с детьми по новым технологиям. Во время заседания губернатор Игорь Руденя подчеркнул, несмотря на ограничения, должны быть созданы все условия для полного отдыха детей, включая возможности развивать таланты и способности ребенка. Приняли дополнительное решение по насыщению программы пребывания детей в лагерях. Это приезды спортсменов, приезды интересных лиц, тех людей, которые являются для молодежи максимально интересными и людьми, которых они видят по телевизору. Поэтому будем эту работу активно вести. Также мы обговорили к скультурой, поставили поручения по программам посещения музеев. Также это традиционно посещение сотрудниками ГБДД и проведение уроков безопасности дорожного движения, сотрудниками МЧС, та же самая программа. Особое внимание будет уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации. Более 11 тысяч таких детей смогут отдохнуть летом при поддержке области. Кроме того, в санаториях различного профиля планируется здоровить более 3 тысяч ребят. Продолжение следует...